Хоба! Третий раз уже начинаю, мне все время мешает сегодня что-то. Привет, с вами доктор Влад, и сегодня обо всем понемногу поговорим, но для начала комментарии. Вот у меня тут комментарии много с вопросами, я прямо вот пишу, что отвечу в ролике. Опа, еще один комментарий, последний, самый лучший медицина в Германии. Ну, не знаю, в Америке хорошая медицина в Германии, ну, наверное, хорошая, если товарищ говорит. Вот, я слышал, в Израиле очень хорошая медицина, особенно педиатрия в Израиле хорошая. Вот, ну, как-то так, не знаю, мне трудно сказать, может быть. Вот еще тут, значит, я уже пообещал ответить. Здравствуйте, Владимир, у меня вопрос по России, хотел бы узнать ваше мнение про моду, в кавычках, на АУЕ, среди молодых людей в Российской Федерации. АУЕ – это арестантское уркоганское единство или арестантский уклад один. В общем, это когда школьники ведут себя как урки, как арестанты, вот, собирают какой-то общак, ну, в основном грабят более младших, да, и, в общем, там, вот именно вот такие тюремные законы. Ну, нечего удивляться, в общем-то. В России это очень популярно, вот этот шансон дурацкий, вот, тоже самые арестантские какие-то песни. Вот, ну, если, в общем-то, рыба гниет с головы, если президент говорит, что будем мочить в сортире, то, конечно, и молодежь тоже ему подражает. Но в последнее время молодежь стала другая, вы об этом знаете, за Навальным очень много молодежи идет. Хотя я к Навальному отношусь осторожно, но пока кроме него никого нет. В общем, я плохо отношусь, конечно, и должен быть не арестантский уклад, а нормальный жизненный уклад, как это в Америке. Ладно, смотрим дальше, что тут еще. А, ну, вот одна женщина рассказывает случай, как она, значит, лежала в больнице и вдруг уже вот начала уходить куда-то туда. Ну, что-то там есть, ребята, никто мне, конечно, не расскажет, что там есть, но вот какие-то вот предпосылки. Вот она рассказывает, что ей стало плохо, вот, потом сильно забилось сердце, я почувствовал стремительный полет. Ну, я об этом рассказываю, да. Трудно сказать, что там есть, ну, посмотрим. Я скоро посмотрю, вот вам только не расскажу. Еще один товарищ пишет, значит, Николай, я ем все и не толстею. Ну, ребят, я в молодости тоже все ел и не толстел, потому что основной обмен очень высокий. Вот, и я, в общем, я помню, я себе накладывал вот так вот тарелку с горкой макарон, сверху пару котлет, и все это у меня улетало, и я на следующий день не поправлялся. А где-то, вот с армией где-то я начал поправляться, я уже больше там сидел. Вот, и доктор в армии, конечно, кушает хорошо, потому что снимает пробу, так это называется. Вот, у меня животик появился где-то к 30. Вот, ну, и все равно я был худощавым довольно-таки. А вот здесь, в Америке, уже, ну, слишком, слишком много еды. Так, что тут еще, что тут еще? Спасибо за поддержку. Вот, ну, мне пишут, что я когда-то был пухляком толстеньким. Вот, сила воли супер. Ну, ладно, спасибо, Елена. Спасибо, что мотивируете. Да, я стараюсь мотивировать. Вопрос, как излечить эпилепсию. Я не слышал, чтобы у кого-то излечили эпилепсию. Вот, ну, можно попробовать рефлексотерапию. Тем более, в книжке, вот я, которую рекомендую всем, Стаиновский, автор, частной рефлексотерапии. Там есть точки от эпилепсии. Вот, и, ну, наверное, можно вылечиться даже. Я вот просто про себя скажу. У меня был жуткий остеохондроз. У меня спина бифида. Я уже об этом говорил. Расщепление двух позвонков. Позвоночных, этих самых, поясничных, да. Вот, и мне всегда говорили, что, ну, доктор, ты наш навсегда. Всю жизнь будешь работать на аптеку. Ну, ничего подобного. Я себя излечил. И я спину не чувствую свою. Хотя и штангу поднимаю, и все. Вот, ладно. Что тут еще, что тут еще? Товарищ хвастается, купил шагомер. Ну, что, прекрасно. А, еще мне кто-то сегодня написал. Очень легко худеть. Нужно, чтобы холодильник был пустой. Ну, это правильно. Ну, когда живешь один. Вот, а у меня, даже вот я с женой живу, она любит. Видимо, сказалось, голодное детство. И она все таскает домой. Особенно с этих сейлов, с распродаж. И у нас холодильник забит. Ох, 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 ох. Ну, мы тут поспорили. Ну, не поспорили, поговорили насчет интернета. Да, у нас интернет дорогой. 85 долларов в месяц. Ну, правда, интернет очень хороший. И это включает телевидение. Да, ну, дороговато, конечно. Ладно, посмотрим. Там вроде бы что-то хотели сделать бесплатный интернет на весь мир. Запустить даже не спутники, а самолеты. Такие вот, знаете, чтобы они питались от солнца, электромоторы, да. Вот. И они будут кружить вокруг Земли и раздавать бесплатный интернет. Посмотрим. Это на Фейсбуке такое придумали. Вот. Ну, начнут они, наверное, с африканских стран, где интернета вообще нет. Постепенно доверутся до России и Америки. Вот. Люблю печь, пишет Евгения. Ну, я тоже люблю печь. Я очень увлекался во время выпечкой. Я вот все хочу себе ролик. Не себе в смысле. Хочу ролик записать, как я делаю пряник. Очень вкусно. Но я куда-то потерял рецепт. Вот. Ну, сделаем как-нибудь. Ох, ржаные отруби хлебцы хрустящие. Ну, да, очень вкусно. Я помню. Ага, ага, ага. А, вот пишет Андрей. Да, выпечку надо совсем исключить, если только из теста без дрожжей. Иначе никогда не похудеете. Да, и бездрожжевое тесто тоже есть такие вкусняшки. Особенно с сахарком, с молочком и так далее. Ну, ладно. Это мы заканчиваем сегодня. И я просто хочу рассказать. Вот я подумал насчет собак. Я много рассказывал про собак. У нас собак держат. В деревне не везде это возможно. Понимаете, в Америке очень большой выбор. Всегда есть выбор, да? Вот если вы любите животных, вы покупаете или снимаете дом в той эре, где есть собаки и кошки. Эре, ну, как в том месте, да? Где можно держать собак, кошек, там, ежиков, я не знаю, да? А это не везде. Не везде можно, допустим, даже курить. Вот есть места для некурящих. Я имею в виду целые дома, целые комплексы для некурящих, да? Ну, это, в общем-то, как бы ясно, да? А вот есть места, где без детей, киндер-фри, не киндер, ну, я не знаю, как они называются на самом деле. Но там, в основном, живут там пенсионеры. Вот, старички, вот, пенсионеры. И детей там, ну, пожалуйста, если там приехали, допустим, на субботу-воскресенье, ну, это радость большая. Вот, а вообще там детей нету, не живут постоянно, понимаете? Школьные автобусы туда не ездят. Кстати, школьные автобусы меня достают. Я вот, когда гуляю с собаками, они тут все время циркулируют огромные, да? Вот, да, без детей можно выбрать себе такое место. Вот, ну, и, в частности, вот насчет собак. Чего насчет собак, да? Собаки здесь живут очень хорошо. Вот, в отличие от России, вообще, я не знаю, как, в отличие от той России, которую я знал, да? Вот, например, в Чикаго есть гостиница для собак. Если тебе нужно куда-то уехать, да, вот, ты его сдаешь в гостиницу, там за ним ухаживают, там его кормят, там его, значит, выгуливают эту собачку. Вот, насчет кошек не знаю, я вот насчет собак слышал. Вот, и, пожалуйста, потом ты его забираешь. Ну, конечно, можно в приют сдать на время, но приют – это приют, а гостиница – это гостиница. Вот, потом есть рестораны для собак. Например, у собаки день рождения, вы хотите его хорошенько отметить. Вот, вы приходите туда, собак отдельно, в общий зал, значит, в очень красивый. Вот, и вас тоже могут там где-то примастить в уголочке, и тоже там чайку дадут попить. А собак уж, как говорится, откармливают, там, значит, праздничными какими-то обедами. Вот, такие вещи есть. Потом есть очень много салонов для собак. Мы, правда, не водили туда своих собак, как-то сами справляемся. Ну, там собаку и помоют, и почистят, и когти постригут, массаж делают. И, в общем-то, собаки, ну, вот у наших знакомых, они обожают туда ходить. Конечно, с ними там что-то делают, и, в общем, он оттуда выходит, или она чистенькая вся, завитая, да, завивают собак тоже. В общем, все как-то так вот, их нравы, как говорится, да. Ну, собачники меня поймут, наверное, с удовольствием бы отверли в такой салон. Почему эти салоны, что интересно? У меня где-то фотографии были. Эти салоны всегда, у них стеклянные стенки, да, чтобы можно было посмотреть, позавидовать, и, может быть, туда привезти свою собачку. Вот у нас тут рядом есть тоже там стеклянные стенки. Даже, знаете, как сделано? Вот в магазин заходишь, у нас пэтшоп есть. Ну, пэтс – это домашние животные. Там, ну, в основном для кошек, для собак, ну, для рыбок, ну, все, да. Вот, магазин, вот, и стеклянная стенка одна, да, и там, значит, за этой стенкой уже собачек там как-то стригут, там, в общем-то, делают им полную косметику и так далее, все что угодно. Вот так вот. Собаки здесь очень хорошо живут. Ну, с другой стороны, собаки – член семьи, вот в чем дело. И, конечно, и вот дома тоже, ну, вот в нашей деревне мы за ними ухаживаем, вот. Мы обязательно за ними собираем, если там они покакали, да. Вот, и, ну, вообще-то, к собакам очень хорошее отношение. Конечно, очень много причиндалов в магазинах самых разных. Если кому-то неохота руками собирать все вот это, есть специальные совочки, куча всяких ошейников и так далее. Ну, я думаю, в России это тоже есть. Вот, ну, вот чего, большая разница между Россией и Америкой в том, что у меня в России были собаки, ну, они все породистые, они все с паспортами, ну, как это так дворняжку взять, да, дворняжку пихнул и беги отсюда, да, вот. Ну, как-то так. Вот, обязательно нужно брать породистую собаку за большие деньги. Вот. Здесь, в Америке, абсолютно другая ситуация. Породистыми занимаются собаководы, кинологи. Вот, породистая собака стоит очень дорого, там, тысячи долларов. Вот, и за ней нужен специальный уход, и за этим следят специальные организации, чтобы у вас был уход надлежащий, чтобы на собаку полагали свои квадратные метры и все такое прочее, чтобы вовремя их водить. Ведь мы тоже собак водим, там, раз в год на прививки, да, ну, там это все чаще, и чтобы собаки были пострижены, чтобы собаки были обучены обязательно. Вот. Все вот эти породистые, по крайней мере, для того, чтобы бежать там вот, ну, где вот они там бегают, по арене, по этой, когда их, значит, на соревнованиях, да, и причем на соревнованиях строго обязательно и так далее. То есть, это бизнес, очень серьезный бизнес. Вот у нас была собака, там, еще в России, да, породы боксер, тоже сродославная, мама родная, да, вот, ну, нас, в общем, никто не заставлял, ну, мы разок сходили, вот, еще на щенячью площадку, да, и все, а дальше по барабану она у нас жила, ну, просто как собака, и все. Вот, здесь это не, здесь так не пройдет. И вот, и поэтому, чтобы не связываться, чтобы не тратить кучу денег, да, и, кроме того, просто из милосердия, собак берут здесь 90 процентов или 95, не знаю, сколько берут из шелтеров, из приютов. У нас шелтерские собаки, у наших знакомых подавляющее большинство шелтерские собаки. Вот, у нас тут по деревне смотришь, тоже, ну, видно их шелтерских, приютских, детдомских, их сразу видно. Ну, вот, у них порода непонятная. Вот, у нас тут есть одна женщина, у нее собачка, у нее хвост завит, ну, не знаю, пять раз, наверное, такая прям на конце висюлька. Вот, ну, явно, что это, так сказать, я не знаю ни одной породистой собаки, чтобы у нее были такие хвосты. Ну, и так вот видно, я в собаках-то разбираюсь, там, ну, какие породы, да, никаких пород там нету. Вот, ну, изредка попадется что-то похожее, да, там, на поинтер, например. Или вот мы ходили последний раз на площадку, там было что-то типа дога, да. Вот, а так вот у нас рыжий, у нас какой-то австралийский, австралийская пастушья, что ли. Ну, похож, во всяком случае, там, без Сен-Бернара здесь не обошлось, да. Ну, без австралийской пастушьей тут не обошлось, видимо, потому что он похож, действительно. Вот, у Мишки, у Черного, он, как уж он называется, горная, горная гончая, да, ну, тоже так вот по виду, если сравнить, что что-то такое есть. И вот, а на самом деле они просто дворняшки, вот и все беспородные. Вот, ну, документ у него есть, конечно, ну, там написана какая-то порода. И стоят они гораздо, в разы меньше. Ребята, то, что берешь из шелтера, за это тоже платишь. Потому что шелтерам надо на что-то жить, вот этим приютам. Вот, они живут на те деньги, которые вы, значит, которые платите, ну, где-то это, ну, около 300 долларов примерно стоит собачка. Сколько кошка, я не знаю. Кстати, кошки там, обычный приют, и вот так, собаки-кошки, собаки-кошки. Вот, что интересно, вот мне понравилось, если вы, ну, не можете по тем или иным причинам держать кошку дома, да, ну, или собаку. Ну, в основном кошки, да. Вы можете туда прийти и играть с ними, с кошками. Там их штук 150, этих кошек, они ходят сами по себе. Вот, клетки открытые. Ну, есть там на карантине, туда нельзя. Вот, а так клетки открытые, они ходят между собой, значит, там, туда-сюда. Там, я вот сколько раз видел, вот, ну, например, даже один раз видел женщину в кресле, вот в таком, да, в инвалидском. Вот, Вилл Чарльд называется. И она сидит и играет с этими кошками, она их забавляет и сама забавляется, душа радуется. Ну, в общем, как-то так. Ну, я сегодня вроде наговорил, не знаю, сколько, минут на 10. Всего хорошего, до свидания. С вами был доктор Влад, задавайте вопросы, отвечу.